Розы. Гортензия? Роза. Это флок. Махровый. Маленькая. Она должна быть 2 метра, а вот второй год сидит и никак не растет. Вон та вон. Какая-то. Вот религи сейчас нам длить. Я не знаю, какие-то религи у меня видела. Что значит, сколько религи назад? Теперь я не знаю, может, они и пропали. Религи у меня много. Желтые розы вот здесь разные. Сейчас уже отцвела. Розы уже второй раз они как-то будут сведать. Ой, вот это у меня роза. Прямо это вот. Глория Дэй. Но она уже отцвела. Она, видно, один раз свечет. Я не пойму. Или она долго бутоны набирает. Вот эти-то уже по второму разу сейчас будут свести. Вот розы они красивые, но я как-то не буду. Ну, конечно. Ну, с ними уход нужен. Хороший. А это у меня было. Я говорю, когда сажаешь, то все маленькое. Вот вроде сажала, все было маленькое еще, а теперь приходится все обрезать. Ты чего толстый? Выставила задницу. Вот. Вот. Все заполонило. Смотри, вон яйца. Вот у меня какая красивая ленинка. Смотри. Мне очень нравится. Да. Ленинки, конечно, тем не менее, что они один день. Они один день цветки. Их все? Не, не, ну их много бывает как бы. Их много цветков-то. Ага. Ну, растянский. Но он вот сам цветок-то, он один день цветет. Ну, зато красивый. Он там красный есть. Вон, видишь, еще бежевенький. Угу. Тоже с серединкой. Угу. А это почему у тебя такая маленькая обрезанка? Да, я ее так под шариком... Надо поджаривать, Елена. Ага. Поджаривать. Ну, пересадим, я буду ее поджаривать. Ага. Вот как надо грядки сделать. Вот. Маленькие. Эти грядки. Вот так. Понимаешь, у меня здесь клубника сидела прямо там. Но видно снег. И все это вот. Ну, и мне не нравится. Вот. И штырки, видишь, стальные. Ну, это я засадываю неделю. У нас таких рук нет, извините. Это мы заказываем. 100 рублей грядки. Маленькая. И лицевая. И лицевая. Так, 10 грядок. Да, маленькая. 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 Я-то уже сделала сама. Только надо. А вот лиленики, вот у меня видишь, что у лиленики. Вот в прошлом году был весь цветов. В этом году. В чем дело? То ли дождей было много. Поначалу. Лиленики не очень любят дожди. А это смотри какой. Один такой, один такой лепесток. Забыло, как он называется. Потом ты отдыхаешь, что ли? Нет, сиди в телевизор смотрю. Вот еще у меня розовка такая, которая потом становится бежевый, потом какой-то такой серый, а потом снова набирает. страстненько. Страстненько он тоже второй раз зацветает. Ну сейчас, конечно, уже многое отсвело. Я очень люблю. Ты обрезала? У меня очень красивые пионы Сара Бернан. Ну сейчас уже все. Могу только не. Обрезала? 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 Да не помрешь. Просто. Что тут делать? Нет, это... Прослабит. Вот этот у меня пиончик тоже, он как ромашка, но три желтый, но красивый. Хорошо цветет. А ты что хочешь? Это грядка. А это грядка. Тоже хочу здесь. Это. Это грядка Сашки поставлю. Это я сейчас удалю вас и сравняю здесь. Не буду. А вот здесь. В общем, 4 кабачка мне вот так хватает. Угу. Да. А вот жима у нас, не знаю, Людь, у тебя есть жима? У нас ее две. Вот в этом году она вот эта... Ребят, смотрите, что у нас творится во дворе. Ну, был магазин Седьмой континент. Потом там смешные цены, еще что-то. Салон красоты, хозяйственный, ну, много всего. Потом Седьмой континент закрыли. Там было что-то типа рынка. Ну, такой экофермы. Вот. Потом всех выгнали и просто закрыли здание. Ничего с ним не делали. Вот. А потом буквально вот, наверное, месяца три спустя огородили вход полосатой ленточкой и, ну, написали, что типа здание на ремонте. При этом его просто в открытой форме ломают. Вот. У нас, ну, непонятно. Ходил слух, что здесь будут строить жилой дом. Вроде как это, ну, отменили. Много народу кто против. Вот. Но ничего не понятно. То есть то ли здание ломают, то ли его ремонтируют. Ну, на ремонт это плохо похоже. Потому что демонтируются конструкции стальные. То есть убираются какие-то надстройки на крыше. И вообще все походит на то, что его сейчас будут ломать. То есть, ну, крышу будут ломать и не знаю. В общем, какая-то странная штука происходит. Интересно, что будет вообще дальше. Потому что жилой дом, конечно, здесь вообще не к селу. Он просто загородит все. Ну и где? Тут и так у нас дом на доме. И еще один жилой дом, который загородит людям вообще светкую. Хоть какой-то. Вот. В общем, не знаю. Интересно. Может быть, кто знает район Вишники. Может быть, кто-то слышал в Москве, что тут будет строиться. Кто-то секрет знает. Расскажите в комментариях. Потому что мы все в недоумении и в шоке от того, что происходит. И вообще, что будет тут. В общем, ждем пока вообще, что будет. Будут ли они его ломать или все-таки это ремонт. Непонятно. Одно радует, что можно посмотреть с балкона, что там творится наверху. То есть на крыше. Потому что идешь, когда снизу, там вообще ничего не ясно. Вот. Так что ждем развития событий. Друзья, смотрите, что у меня выросло. Хоть и маленькие, зато свои. Я вообще не надеялась, что они вырастут. Вот этот я что-то надо было оставить, потому что он подрос. Но такой соблазн. Можно уже свой салатик сделать. Ну, они довольно-таки вот с ладошку. Довольно-таки приличные. Так как кустики маленькие, они все уже на земле лежат эти перчики. Так что я решила срезать. Этот прям длинный такой вырос. Я, честно говоря, не верила и не надеялась, что вырастут плоды. Потому что они вот до сих пор еще цветут. Вот. Так что я очень рада, что из той огромной плантации перцев у меня хоть что-то выросло. Наконец можно салатик сделать. Так пахнет ароматно. Свежий свой собственный перчик. Ой. Просто чудо. Вот. Хоть его и мало повторюсь. Ну, блин. Я так рада, что он вызрел. Хоть сколько-нибудь. Привет, друзья. Фух. Мы уже дома. С Алиской приехали. Сегодня ехали домой с дачи на электричке. Ну, и так, в трех словах хотела вам поведать свои впечатления. Так, сейчас. Секундочку. Чуток. Вытянула. Вот. В общем, свои впечатления хотела поведать о поездке на электричке. Я ездила к Анютке в гости. У нее есть свой канал. Она Анлика. Кто не знает, проходите, знакомьтесь, подписывайтесь. А кто знает, тот молодец. Так вот, я когда к ней ездила, я ехала на электричке от Москвы до Электрогорска. Вот. А в обратную сторону не ездила еще в этом году. И вообще года три, наверное, не ездила вообще на электричке. И вот сегодня так как бы получилось по семейным обстоятельствам. Там просто маме нужно завтра ехать в Киржач, оформлять, ну, там, по садовым делам в МФЦ или там в какую-то кадастровую службу. В общем, это сложно рассказать так в трех словах. В общем, ей нужно ехать в Киржач. Поэтому я вынуждена была ехать с Алиской на электричке, потому что мне завтра на работу вставать. Вот. А мама в отпуске. И, значит, мы ехали от Электрогорска, соответственно, до Москвы. И в Электрогорске я билет купить не смогла, потому что уже кассы были закрыты. Мне сказали, что прямо в электричке можно купить. Вот. Но я как бы такой человек, что я уже один раз заплатила 3000 штрафов. Поэтому я лучше куплю билет за 154 рубля, чем буду бегать из вагона в вагон. И хоть я и не ездила уже тысячу лет на электричке, но я думала, что, как их называют, электрозайцы уже давно канули в лету. И их занесли в Красную книгу, как редкий окончательно исчезнувший вид. Но оказалось, что ничего подобного. Оказалось, что таких зайцев еще очень много. И буквально, то есть из моего вагона, я ехала четвертый вагон с конца. И буквально из моего вагона целой толпой, человек 15, ринулись ни с того ни с сего. Половина из них стояли в тамбуре, ринулись вперед в следующий вагон, то есть получается в пятый с конца. И смотрю, идут контролеры. Я просто сказала, откуда я еду и куда мне, какая моя конечная остановка. Вот заплатила свои 154 рубля. За билет получила билетик и сидела спокойно, наблюдала, как эти несчастные бегут из пятого вагона в третий вагон. Нет, я, конечно, я просто не знала, что они еще до сих пор существуют, эти зайцы в электричках. Да, я как бы, ну, встречала зайцев в автобусах, там, в троллейбусах, даже в метро встречала. Но в электричках давно не видела. Ну, видимо, потому что я давно не ездила, поэтому мне казалось, что они уже вымерли, эти зайцы, но, оказывается, нет. Просто очень забавно смотреть на это. С другой стороны, конечно, я могу их понять. Я сама была когда-то зайцем, но это было очень-очень давно, когда я была еще маленькая. Тогда билеты были дорогие, а денег на работе родителям не платили. Это были 90-е, это было очень тяжелое время. Вот, ну, тогда, если ты попался, да, вот так вот, ты мог заплатить 10 рублей, и все, это твой проезд. Сейчас это уже не покатит. Вот, так что, нет, сейчас я просто реально не могу понять, то есть сейчас, то есть тогда цена билета была выше, чем штраф. Штраф был 10 рублей, то есть ты просто, там, контролер даешь 10 рублей, и он пошел дальше. И все, и к тебе больше претензий нет. Сейчас, как бы, штраф намного выше, чем стоимость билета, то есть все наоборот поменялось. И вот я не понимаю смысла, ну, смысл бегать, то есть просто им это нравится бегать, или им реально, ну, реально не то, что лень, а просто в лом заплатить деньги. Ну, их билет не такой дорогой, поверьте мне. Есть билеты гораздо дороже, просто на нашей ветке это не самый дорогой билет, 150 рублей, там, 160 рублей. Есть билеты, например, вот по Курску, по Киевскому направлению, там, билеты есть и за 300, и за 400 рублей, только в один конец. Вот, и есть и дороже еще, и люди ездят как-то, и ничего. Мне просто принцип непонятен, то есть людям лень заплатить, или они из принципа не хотят платить, или вообще просто политику я не могу понять. Однажды, кстати, я видела, как тоже бежали зайцы, и несколько зайцев не успела. Здесь двери закрылись, и они все, чаю, 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 какао. А следующая электричка через полтора часа только. Да, так что бывает и такое. Расскажите, кстати, в комментариях, вы когда-нибудь бегали или нет. Нет, если вы бегаете до сих пор, то напишите, пожалуйста, я просто, ну, пытаюсь понять, почему, почему вы не оплачиваете стоимость билета. Просто, ну, может быть, да, может быть, я-то еду один раз, ну, два раза за сезон, а, может быть, вы ездите каждый день, и вы просто, ну, не знаю, может быть, вы не знаете, что такое есть сезонный билет, или там какой-то еще билет на месяц, или, ну, на сезон лето, например, есть в электричках билеты. Они гораздо дешевле и выгоднее получается, чем бегать или даже покупать одноразовый билет. Ну, в общем, мне интересно просто, ну, почему вы не можете оплатить проезд? Напишите, кто бегает, а кто не бегает, молодец! Соблюдайте правила и не нарушайте законов. Вот, в общем, я думала, что зайцы уже вымерли, оказывается, нет. Вот, и, в общем, мы сейчас с Алисткой будем принимать водные процедуры, и пойдем быстренько спать, потому что время уже половина двенадцатого у нас. И мы с вами увидимся, наверное, в понедельник, хотя я уже тут на 7 с лишним минут вам наболтала свои эмоции по поводу зайцев. Да, может быть, мы с вами увидимся во вторник уже в новом влоге. Так что, если вдруг, если что, то увидимся с вами в следующем видео. На всякий случай попрощаюсь, всех люблю, подписывайтесь, кто не подписан, обязательно. И, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, там всегда какие-то новиночки выходят гораздо раньше, чем я это сниму на видео, потом смонтирую, потом выложу. Конечно, на ютубе это все гораздо позже появляется. Вот, если интересно быть в курсе событий, то подписывайтесь на инстаграм, название напишу вот здесь внизу или вот здесь в уголке. Вот, чтобы вам не лазить в инфобокс, некоторые не знают, что такое инфобокс. Ой, ладно, в общем, а то мне еще надо легкий душ принять и собраться завтра на работу. Потому что еще надо чайку попить. И вообще, я только с дороги, вот только вошла и прям захотелось с вами поделиться какими-то мыслями, эмоциями. В общем, кстати, да, на даче я не снимала, потому что было вообще не до этого, так как мы две недели не проезжали, мы были то в гостях, то я была в гостях, то потом мы с мамой были в гостях. И, в общем, мы на даче не были. И хотелось побольше успеть, некогда было снимать, поэтому все, что сделала, ну так, расскажу в следующем влоге, потому что тут уже много минут получается. А я все болтаю и болтаю. Ну, просто соскучилась по вам. Давно не снимала ничего. В общем, спокойной ночи, кто ложится спать, всех целую, обнимаю, люблю, подписывайтесь. Кто не подписан, обязательно. Скоро у меня будет конкурс, вас становится все больше и больше, хоть и медленно, но я надеюсь, что мы таки достигнем этой несчастной цифры в 500 подписчиков. И у меня совершится небольшой конкурс, и будет еще отдельно маленькое видео с обзором подарочной коробочки, то есть, что будет внутри. Так что подписывайтесь и участвуйте. Пока-пока. Спокойной ночи.